Еще одна проблема, которую хотелось бы обозначить и которая нуждается в решении, это коррупция при проведении предстоящей крупной приватизации государственного имущества. Чем закончилась первая, предшествующая, люди среднего и старшего поколения прекрасно помнят, Российская Академия Науки, я недавно выступал с докладом, там замечательная оклада академиков, 50 тысяч рублей, это полторы старки дворника таджика на улицах Москвы. Я думаю, между этими вещами, между приватизацией, которая решила нас финансовых основ для президентного финансирования, даже науки, есть прямая связь. Мы поинтересовались, что же будет подъезжать приватизации в качестве второго этапа. Вот только то, что нам удалось получить, здесь, извините, мелким почерком, я постараюсь вам доложить. Тем не менее, до 2016 года планируется существенное сокращение доли участия государства в основном капитале таких компаний, как Роснефт, Российские железные дороги, Объединенная авиастроительная компания, Объединенная авиастроительная корпорация, Росгидро, Зарубежнефт, ОЗК, ФСКС, в планах продажи 100% пакетов акций Росгидро, Интеррауес, Аэропорта Шереметьево, Аэрофлота, Российский госбанк, Алроса. Планируется продажа акций Росгидро, Госбанка и уменьшение доли участия в Сбербанке и ВТБ. Также запланировано проведение дальнейшего аукционирования госкорпораций и реализация непрофильных активов государственных предприятий, учреждений, госкорпораций и хозяйственных обществ с участием государства. Широкая реализационная компания, ничего против этого не имеет, но предлагаем и вносим некоторые законодательные инициативы в сфере уголовного права и судопроизводства с тем, чтобы все-таки поставить под цивилизованный государственный контроль этот процесс, который должен быть регулирован с нашей точки зрения, а не стихийным, как это было в 90-е годы. В этой связи вот такие наши предложения. Первое. Мы полагаем, что необходимо установить обязанность организации претендентов на участие в проведенционном конкурсе или овсоре раскрыть информацию об их конечных выгодоприобретателям. За допущим нарушениям предлагается снимать претендента с конкурса, признавать проведенционные договоры ничтожными и ограничивать их участие в проведенционных конкурсах и аукционных предметах. Второе. Принусмотреть возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в цель проверки области документов и изучения юридической личности организаций, в том числе внецар, участвующих в приватизации крупнейших объектов собственности. Далее. В рамках предстоящей полицизации мы полагаем, что надо ввести уголовную ответственность оценщиков за обмещение в расчетном оценке объектов заведомо достоверных данных или применение заведомо необоснованных стандартов оценки. И четвертое. Ввести уголовную ответственность за умышленное уклонение руководителя в государственной организации от одобрения группной сделки или сделки в совершении которой имеется заинтересованность, если эти действия привлекли причине крупного либо особо крупного ущерба. Еще одна тема, о которой не...